так ну что ребятушки в общем то пришло время рассказать каким образом я пришел к тому чтобы купаться в холодной воде в холодных горных реках водопадах и так далее в общем то в интернете очень много всякой информации о том что нужно постепенно приучать свой организм холодным температурам и так далее в общем я так не могу я не могу долго нудно что-то делать вот то есть там потихонечку уменьшать температуру в кранике и так далее мне этот вариант не подходит вот я из тех людей кто любитель врываться так скажем с двух ног сразу же вот и поэтому первое что я сделал в том году это феврале месяце поехал купаться в черном море в принципе как это происходило я зашел в черное море окунулся у меня сдавило грудь у меня сдавило дыхание я начал дышать очень часто то есть вот так вот начал дышать еле выбежал на берег вот но потом на берегу резко мне стало тепло то есть я вот стоял на берегу даже у меня есть видео можете кстати поискать посмотреть и я стоял так вот записывал спокойно при этом мне было вообще не холодно вот удивился в принципе я в тот раз и понял что нужно продолжать значит каким образом я все это дело продолжал я дома периодически несколько раз в недельку заходил тоже и купался в холодной воде вот ну понятно что в душе но где-то в интернете мне попалась информация что организм можно свой немножечко обманывать каким образом это сделать это вот я так советую многим людям начинать в общем ты идешь купаешься сначала в теплой воде потом включаешь холодную воду поливаешь сначала на ноги поливаешь руки вот организм немножечко привыкает к тому что сейчас будет холодно потом начинаешь поливать все свое тело вот после этого опять включаешь теплую воду как бы согреваешь тело до теплой водой и после этого опять включаешь холодную воду и тебе уже будет не так холодно потому что организм твой думает что вот сейчас после холодной воды опять будет теплая вода но теплую воду ты уже не включаешь вот то есть у тебя получается некое такое положительное закрепление значит чем вы еще столкнетесь когда начнете обливаться холодной водой вот либо принимать холодный душ поначалу вот у всех почему-то организм пытается учащенное сердцебиение и учащенное дыхание сделать то есть а по сути для того чтобы как раз таки кайфовать от холодной воды нужно делать все в противоположной теме да то есть нужно сократить постараться сократить свое сердцебиение и сделать такое дыхание как будто бы вы пытаетесь медитировать то есть максимально спокойно вот хотя вам организм будет стараться всеми силами вывести вас из какого-то вот такого равновесия ваша задача спокойно вот так вот дышать вот будете спокойно дышать принципе получится заходить в холодную воду как то так ну и самое главное не бояться до нужно понимать что примерно через минуту в холодной воде когда вы находитесь примерно через минуту вам уже становится не так холодно организм запускает терморегуляцию свою вот и вам уже в принципе не так холодно вы не чувствуете руки вы не чувствуете ноги и не чувствуете холода вот просто наслаждаетесь тем что находитесь в холодной воде вас как бы как будто окутывает так ребятушки в общем-то сидел еще думал что можно еще добавить к тому чтобы научиться погружаться в холодную воду на во первых во первых наверное еще хорошо сработает наличие единомышленников с вами то есть одному погружаться будет всегда сложнее чем не одному особенно если вы начинаете вот если вы начинаете с кем-то всегда будет некий какой-то такой ну не соревновательный момент но в общем будет легче вот вы будете чувствовать некую поддержку вам будет легче вот а еще очень хорошо помогает так называемый метод вима хоффа это дыхание но что это дыхание делает по мне вот я пробовал заходить в холодную воду перед этим делал дыхание по методу вим хоффа и заходил в воду без этого метода да и как бы особо разницы я не чувствовал единственное что большой плюс научился с помощью метода вим хоффа научился успокаиваться довольно таки быстро вот но теперь я в принципе могу это делать и без этого дыхания а кстати можно сразу же какие плюсы можно выделить после того когда ты начинаешь заниматься неким закаливанием вот давайте спросим у данила какого какова была его жизнь до закаливания какова жизнь стала после вообще что-то лучше стало или может только в минус уходит данька вот спросим у него дай что ты скажешь людям я изучал вот это растение ну ладно я думал она горит так какие плюсы от от закаливания холодной воды водных процедур до холодные реки да но большие плюсы так скажем раньше например есть когда я этого не делал я холодную зиму там допустим ты выходишь у тебя раньше у меня мерзли ноги и руки конечности после того как ты начинаешь проделывать такие вещи закаляться то зимой ты выходишь вообще и тебе по барабану ты не чувствуешь тебя ничего не мерзнет ну конечно если сильный мороз ты уже там это понятно да даже если вспомнить как мы с тобой на эльврусе когда были поешь мы делали зарядку в минусовую температуру бегали где лежит снег и при этом мы там бегали в термухе буквально то есть твой организм после такой такого заряда не воспринимается холод как стресс ты смотришь такой за окном слякоть дождь там плохая погода 5 ты пофиг вышел такой вообще да то есть вот вот это плюс да потом но ты как-то не знаю ну ты говоришь по ощущениям вот это каждый раз больше рассказывать что ты выходишь из воды и тебе нравится именно ощущение после выхода уже еще потом на какой-то стадии ты понимаешь что неважно холодный душ это либо это речка там холодно после того как ты выходишь и ты ощущаешь какой-то прилив энергии бодрости да 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 есть выброс дофамина что ли так да 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 вот я кстати про это тоже хотел сказать что или такого нифига себе как круто да и твой организм хочет продолжать это делать то есть почему люди идут на это снова и снова вот как мы допустим потому что еще организм от этого получает скажем так это биологическое удовольствие натурально назвать дофамин выделение дофамина кстати по дофамину друзья мои хочу сказать некоторые исследования какие-то мне попадались не знаю правда это или нет вы можете в комментариях написать правда это или нет в общем там было сравнение что дофамина выделяется при купании в холодной воде чуть ли не столько же сколько у кокаинового наркомана когда он принимает кокаин представляешь то есть мы тут получаем удовольствие мы зависимы теперь получается мы зависимы вот как то так вот первое вот первое когда я почувствовал в душе вот когда мне стало не холодно сегодня было второе мне ощущение что мне не холодно первое вообще я испытал испытал это мы когда мы в баню ездили до бассейн кабардин я после хамама вышел зашел в холодный душ и начал стоять под душем и то есть я перетерпел холодную воду и после того и в какой-то момент она поливается холоднючая вода на меня и я ее не чувствую и я только стою думал да как так-то и и и в тот момент ты осознаешь вообще вот этот до чего ты можешь довести свой организм так данька наливает чай чуть-чуть прерывались на чай в общем вот первое ощущение вот это маме в хамаме ты почувствовал хамаме до холодный душ постоял и мне не холодно я обливаюсь холодной водой мне не холодно это первый раз я ощутил это и второй раз сегодня кстати вот в горной реке я сегодня ощутил тот момент когда я зашел я сам не ожидал этого сегодня и ты такой переборол себя это может на видео вам кажется что мы такие заходим и то чё там солнце светит они даже как это знаете там в турции на пляже нифига ты все равно тебе нужно преодолеть себя даже там сколько мы уже купаемся все себя преодолеваешь ну после того как ты зашел туда преодолел ты сидишь и наслаждаешься вот как сегодня мне произошло и ощущаешь легкое покалывание да кстати после нескольких минут сидения в воде будет не только легкое покалывание будет прямо болезненные прикосновения то есть к себе прикасаешься к коже вот через две через три минуты примерно когда сидишь я вот допустим прикасаюсь там ну допустим вот моешься вот так вот да и ты прям часа ну прям больно короче становится то есть прям вот боль такая есть тоже ну а что делать при этом как бы отпускаешь руки все глаза закрываешь там сзади у тебя льется водопад он как бы тоже какое-то такое состояние тебя немножечко отправляет и закрываешь глаза пытаешься снизить свое сердцебиение пытаешься более спокойно дышать и ты в каком-то вот какой-то медитации находишься в каком-то какой-то прострации в этот момент находишься тебе не холодно не жарко просто обалденно в общем вот таки вот я долго к этому шел вот подожди я начал в сентябре до сентября октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 7 месяцев 7 месяцев мне нужно было каждую неделю почти может два раза в неделю там стоять под холодным душем либо там раз 12 в месяц это либо море у нас было либо горная река и прийти вот к тому чтобы я зашел сейчас в реку и просидел там больше двух минут и при этом не ощущал холода вообще да то есть вот полгода полгода и так в общем то мы записали в заметочки некоторые пункты которые вам помогут начать принимать холодный душ холодные ванны купаться в холодных горных реках и так далее в общем то первое с чего можно начать это принимать дома контрастный душ то есть как я сказал выше сначала обливаетесь теплой водой потом холодной потом опять теплой водой потом снова холодный вот второй пункт это нужно сначала дать организму немножечко привыкнуть и приспособиться к тому что у вас сейчас будет допустим купание в холодной воде каким образом вы поливаете холодной водой ноги и руки вот и ваш организм понимает что в принципе его сейчас будет дальше ожидать вот и для него уже не будет таким стрессом третье это нужно успокоить дыхание то есть организм будет пытаться наоборот чаще дышать вот вам необходимо будет наоборот успокаивать свое дыхание вот ну и свою соответственно нервную систему ну и в принципе я думаю что эти пункты наверно еще четвертый пункт можно добавить что самое главное это не бояться холодной воды вот и в принципе если вы несколько раз примите такой контрастный душ то есть теплая холодная теплая холодная вот то организм по истечении какого-то времени перестанет воспринимать холодную воду как угрозу вот ну наверно это главные пункты будут которые вот мы смогли выделить итак мы с данилом батьковичем пришли на водопад немцева были здесь получается две недели назад покажу вам сейчас его смотрите водопад немцева крутая глубокая купель что пожелаешь нашим зрителям пожелаю своему организму здоровья принимайте природные ванны так будьте здоровы всем мир давай поехали я вам друзья напомню что данил когда-то вообще не мог зайти в холодную воду вот и мог купаться только в теплом черном море когда там в августе море прогревается до 28 градусов вот одна зима прошла посмотрите уже наверное минуту сидит в воде уже и выходить не хочется да вот молодец режим медведя режим медведя режим медведя режим медведя итак ребятки для данила это вот наверно первый раз был когда он там просидел мне кажется больше двух минут ну фейлы тоже получаются когда он просидел больше двух минут но на самом деле я сам не ожидал что если долго так буду сидеть она холодная так как бы конец марта так мой первый опыт это был по моему когда мы сочи ехали правильно и заехали на водопады и водопад нет ни один самый первый опыт был жены мы ходили перед сочи мы ходили жены я еще коленку повредил и вот там и купались первый раз он был очень прям я прям надо было себе перебороть прям переступить перелететь через себя чтобы туда зайти и это купание было там секунды да 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 шок сразу шок дыхание сбивается мозг просто не понимал и ты ему потом как-то вот что сейчас произошло как бы вода холодная а ты начинаешь успокаивать дыхание заходит тебе очень холодно и ты когда переборол этот момент и просто такой опа и ты ничего не чувствуешь и холод не чувствуешь и такое как так то да и ты легкое покалывание по всему телу легкое легкое такое вообще но потом даже приятное становится да ты видишь такой и думаешь как это происходит как это работает то есть то получается как я думаю в теории это твой мозг на протяжении всей жизни холод то есть он думать что как ты туда зайдешь это холод и просто наш мозг нас обманывает да когда ты переборол тебя ты понимаешь так можно делать ну то есть это как любить питание где айсберги вот там холодно а здесь нормально так то так ребятушки ну что в общем то пришла моя очередь заходить горный водопад вот я поставлю съемку на режим таймлапса потому что я думаю что минуты две-три этом буду сидеть и две-три минуты вам долгое видео одну просто незачем смотреть вот я поставлю таймлапсик и и принципе все постараюсь помедитировать прямо там встречает нас пришли искупания этот хвостом машет тут охранял вещи представляете себе молодец какой